нас смотрели круто матурочка вас с тобой смотрели всем привет вы смотрите новый выпуск проекта перекличка с вами я руслан курочка матурочка ну впрочем как навсегда еще один руслан сегодня мы составили рейтинг самых популярных микрорайонов города сиферополь кстати руслан ты любишь свободу а собственно к чему это ты сейчас но просто в городе для тебя целый район правильно говорить свобода но мы сейчас не об этом ой ладно мы после смотурочка добывать драгоценные ответы тогда попутного ветра но мы сейчас узнаем какой микрорайон расположился на третьем месте нашего онлайн опроса микрорайон маршала жукова относится к железнодорожному району симферополя он расположен на внутренней гряде крымских гор на высоте 300 метров над уровнем моря в августе 1987 года здесь началось заселение первых домов через год тут уже начали работу поликлиника и универсал потом построили детский сад и школу номер 29 планировали еще многое сделать но советский союз распался поэтому на улице которая носит гордое имя маршала жукова все дома с нечетными номерами ведь часть улицы на которой планировалось возведение четных зданий не успели построить микрорайон назван в честь советского полководца маршала советского союза четырежды героя советского союза маршала победы георгия константиновича жукова в 2015 году бюст георгия жукова установили в симферопольской школе номер 29 который теперь тоже носит его имя особенность микрорайона в том что он возвышается над симферополем можно подняться вечером на свадровые площадки где город будет виден как на ладони здесь так и говорят пойдем на берег моря и действительно теплый летний ветер и море одни под ногами жители микрорайона первыми узнают что в горах выпал снег или идет дождь потому что тут открывается великолепный вид на горы четвердак а в нашем топе микрорайон маршала жукова занимает третье место подскажите какой микрорайон симферополя самый лучший значит центральный просто ты музыка играет и люди добрые красиво моторочки тоже нравится это моя курица подержишь я запишу подержишь я запишу у меня блокнот собой записываю микрорайона симферополя самый лучший а я выскочит только держите аккуратно аккуратно опа прижимайте все я прям боюсь центр центр района маршала жукова мне очень нравится а почему он не напоминает город герой кирыч там есть гора метридат смотровая гора я прихожу вот приезжают района маршала жукова и выхожу на самый край обзор шикарнейший и очень похож на мороз ухты нам еще никого не советовал спасибо большое погладьте не бойтесь благодарим маршала жуков до маршала жуков киевский где туда стоит заеду есть вокзал есть вокзал и оттуда мы уедем деревню вместе с курицей до ничего курица а это моя подруга сети дохожу до проснулась недавно значит киевский наверно наверное я тоже доверяю все и она тоже доверяет нас смотрели круто матурочка вас то вы смотрели привет подскажите пожалуйста какой микрорайон симферополе самый лучший 7 горбольница 7 горбольница а ты что скажешь а к мечети почему не знаю это много мне знакомо много а почему 7 горбольница хорошо подержишь и запишу только ты аккуратно я возьми только на крылышке после начать нужно держи так а к мечеть значит да и 7 горбольница ты смотришь проект перекличка сегодня мы составляем рейтинг самых популярных микрорайонов города симферополь кто расположился на третьем месте ты уже знаешь осталось узнать какому микрорайону немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров микрорайон марина относится киевскому району симферополя впервые упомянут в списке населенных мест аварийской губернии по свидетельствам 1864 года как частных утр по дороге на алушту с четырьмя дворами и двадцать двумя жителями 8 января 1921 года село включили в состав подгородния петровского района симферопольского уезда в 1959 году марина окончательно и бесповоротно вошло в состав города во времена ссср автобусное сообщение в марина не планировалось так как туда уже ходили троллейбусы автобусы стали появляться только в 90-х годах сегодня до микрорайона можно добраться тремя способами на троллейбусе автобусе и маршрутке также через марина проходит самая длинная в мире троллейбусная трасса симферополя луштаялта в марина активно идет строительство жилых комплексов именно здесь расположилась одно из самых крупнейших водохранилищ крыма которая снабжает водой симферополь еще здесь строит соборную мечеть которая станет самой большой в восточной европе сейчас мы узнали какому микрорайону немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров ну а мы двигаемся дальше ко второму месту нашего онлайн опроса микрорайон центр относится к центральному району симферополя расположившись вдоль проспекта кирова от площади советской до центрального рынка это исторический центр города поэтому здесь много зданий дореволюционного периода застройка малоэтажная до трех этажей в 1950-х годах на проспекте кирова и улице севастопольской начинается строительство пятиэтажных домов хрущевок вернемся к культурному центру симферополя на перекрестке улиц пушкина и гоголя расположили сразу три музея самой спиной расположился это графический музей чуть дальше центральный музей тавриды он там расположился музей истории симферополя это очень удобно для туристов они могут сразу посетить три музея также в этом микрорайоне расположены филармония крымская организация национального союза художников русский драматический театр имени горького кинотеатры строится новое здание для театра кукол центральном микрорайоне находится большое количество парков например парк тренева сквер дебенка ну и конечно же самая главная пешеходная зона в городе не удивительно что горожане так любит это место где всегда приятно прогуляться в нашем топе этот микрорайон занимает второе место можно к вам присяду так об подскажите пожалуйста какой микрорайон симферополи стоит посетить какой центральный центральный потому что здесь все самое главное тут и красиво да значит а это моя подруга всегда с ней то есть где мы сейчас находимся это самый лучший район симферополя спасибо большое в самом лучшем районе марина марина а почему там много зелени ой то есть курицы будет где побегать да будет спасибо еще какой микрорайон самый лучший симферополь центральный то есть это же сын ралли да ну нам очень с матурочкой тут нравится спасибо красивую улицу сделали новый ремонт люди красивые люди добрые и музыка хорошая как хорошая спасибо красивый вы тоже спасибо село мирное мне очень нравится село мирное то есть нам стоит с матурочкой туда поехать обязательно мы с одного села и другое обязательно приезжайте хорошо подержите я запишу она не будет кусать меня но если вы возьмете аккуратно то нет я буду тебя аккуратно брать аккуратно главное крылышки держите ты не будешь летать нет вы видите вы не держите крылышки вот как ее звать ее зовут моторочка моторочка так район ой село да село мирное да приезжайте в гости курица 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 простите марина старый город а ты же скажешь там не очень запасно не очень красиво значит посетим марина спасибо может подержите я запишу покладить можно все ты хорошенько не бойся ты смотришь проект перекличка сегодня мы составляем рейтинг самых популярных микрорайонов города симферополя пора узнать кто расположился на первой строчке нашего онлайн опроса финферополь начинается от зала с этим уж не поспоришь а расположен вокзал в микрорайоне московское кольцо которая в свою очередь относится к железнодорожному району города московское кольцо или московская площадь это крупный живой массив микрорайон располагается на пересечении улиц киевской гагарина и кички-меской Крупнейшая зеленая зона микрорайона – парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Это излюбленное место симферопольцев. Гагаринский парк – самый большой городской парк в Крыму. Главная прогулочная аллея – это аллея славы. Она приводит к мемориалу «Вечный огонь». А в самом сердце парка расположен большой пруд, в который падает самая длинная река Крыма – Салгир. В 2013 году парк начали реставрировать. На наших глазах парк становится чище, уютнее и комфортнее. Изюминкой микрорайона является известный всем симферопольцам дом-корабль. Его прозвали так за то, что внешне он похож на белый круизный лайнер. Дом построен аж в 1933 году. Ему уже 86 лет. Изначально в доме должны были проживать члены правительства и их семьи. А вы знали, что в микрорайоне расположен музей электротранспорта? На сегодняшний день подобного учреждения на территории полуострова нет. Музею больше 40 лет. Он находится на территории троллейбусного парка и повествует об истории создания троллейбусов и трамваев. Микрорайон Москальцо – это микрорайон с развитой городской инфраструктурой и комфортной для проживания. В нашем ТОПе он занимает почетное первое место. Музею. Подскажите, какой микрорайон в Симферополе самый лучший? Какой? Какой? Свой, наверное, пневматика. Свой? Пневматика. А почему? Потому что он свой. Да. Ну или потому что там рядом лес. О! То есть можно гулять, дышать свежим воздухом. Да. Подержите, я запишу. Закрыли. О! Она с вами поздоровалась. Нет? Тогда погладьте. Железнодорожный. А почему? Там есть железо и дороги. Железо и дороги. А вот нам с моторочкой, как вам тебе понравится? Нет. А куда тогда нам поехать? Слушай, ну на птицесфабрику Южную, наверное, да? Там хорошая. Птицесфабрик? Курица? Ну а почему нет? Там все свои. Так, там все свои. Так, скорее всего, это не понравится. Я же здесь не гуляю. Я хочу какую-нибудь природу посмотреть. Тут вопрос, кто с кем гуляет. Походу, это она с тобой. Да, скорее всего. Нет, скорее всего, я с ней гуляю. Она такая. У тебя такая цыпочка, да. Да, она такая девушка у нас интересная. Вот, она с вами поздоровалась. Погладьте, погладьте. Нет, нет, нет. Вы боитесь куриц? Какой микроорганизм в Симферополе самый лучший? Ну я думаю, что, скорее всего, маршал Жукова, потому что там осмотровая классная. И вообще можно посмотреть погулять там. То есть ты посетить? Нам с курицей. Подержишься, запишу? Что, подержать ее? Подержать курицу я запишу. А я боюсь. Ну такая погладь. Я только погладью. Прикольная. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой микроорайон самый популярный в Симферополе. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети. А в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, на третьем месте в рейтинге микроорайон Маршала Жукова. На втором месте микроорайон Центр. На первом микроорайон Москальцо. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте пневматика. Второе место прохожие отдали микроорайону Маршала Жукова. А Марина стала самым популярным микроорайоном Симферополя по мнению общественности. Вот такие дела. Слушай, Матурочка, вот у нас с тобой одна деревня, одна улица, все понятно. А тут и районы, и микроорайоны. В общем, все сложно. Кстати, а где мой тезка? Я тут не переживаю. Лучше расскажи, что у тебя там получилось. Знаешь, каждый называет либо тот микроорайон, в котором хотел бы жить, либо тот микроорайон, в котором живет. Ну это даже Матурочки понятно. Ну а нам пора прощаться. С вами была Курочка Матурочка. И два Руслана. Пока. Слушай, а вот какой тебе микроорайон больше всего понравился? Ой, знаешь, мне моя деревня ближе. В гостях хорошо, а дома лучше. Ну понятно, деревня, свежий воздух там.